Здравствуйте! Вы смотрите программу «7 минут» и сегодня в гостях в нашей студии Юрий Мастяев, доцент кафедры политологии и социальных наук Рязанского государственного радиотехнического университета. Здравствуйте! Конечно, семья у нас сугубо личная, как и отношения в ней, но тем не менее, когда громкие бракоразводные процессы происходят на политической арене, это сразу становится достоянием всеобщим. Владимир Путин и Людмила сообщили о своем официальном разводе. Как может ли вообще эта ситуация повлиять на политическую карьеру нашего президента и на его авторитет в целом? На мой взгляд, если брать их внутри страны, то я не думаю, что это как-то кардинально изменит ситуацию в отношении Путина. Те, которые его поддержали, будут продолжать поддерживать. Те, которые относились к негативным, получат еще один повод для того, чтобы негативно высказываться. Потому что, если бы это произошло лет 30 назад, конечно, это был бы огромный шум, конечно, многие бы сказали, как же так, лидер страны и тому подобное. Но мы живем совершенно в другое время. Если посмотреть, то сейчас, по-хорошему, очень мало людей, которые не разводились в своей жизни. Если посмотреть, то что там Рязанская область, у нас там, если брать середину нулевых годов, так называемых путинских, то два года подряд, по-моему, пятый и шестой год, количество разводов вообще превышало количество браков. Ну и сейчас ситуация так, ну, условно так, примерно, вот мне цифры приходят такие, где-то на 10 тысяч браков, около 8 тысяч разводов. То есть, по-хорошему, народ уже к разводу относится не как нечто неординарное, выходящее из ряда вон, а как вполне обыденному событию. Единственное, что здесь возникает, что лица такого уровня, как Путин, пока еще не разводились. Отсюда, ну, с одной стороны, те, которые негативно относились к Путина, могут переводить, как же так, он должен быть символом и примером, а он, вот, какой нам пример подает, второй момент, что там, вот, как я видел, там некоторые отклики, если он не может наладить отношения в семье, как он может наладить отношения в государстве в целом и так далее. С другой стороны, те, которые его поддерживают, они действительно вполне резонно говорят о том, что все же давно знают, что в семье Путина не так все хорошо. Так что можно так приветствовать, что человек проявил решимость, что, в общем-то, не стал скрывать дальше, а, в общем-то, может быть, выбрали тот вариант, который устраивает обе стороны. Я имею в виду и Владимир Владимировича, и его жену Людмила Путина. Так что, я думаю, и это видно, что, в общем-то, первые отклики были масштабны, а сейчас уже потихоньку волна стихает. Так что эта новость не стала такой какой-нибудь уж там кардинально изменившей все наше мировоззрение. Тем не менее, вы уже сказали, да, по-моему, вы озвучили, что Владимир Путин сам себя позиционировал как консерватора, говорил о том, что избиратель хочет видеть представителях власти добропорядочного человека, семьянина. Он и показал пример, что он как добрый человек, который влюбился в другую, не стал жить двойной жизнью, а вот пошел на этот шахт, можно и так изобразить. Вы же понимаете, что один и тот же момент, фактор можно интерпретировать с разных позиций. Так и здесь. Поэтому, естественно, опять же, с стороны какого-то электората, который, скажем так, стоит на таких чисто консервативных, может быть, его рейтинг чуть понизится. С стороны электората, который стоит на инновационных позициях, на том, что жизнь меняется и, соответственно, должны меняться какие-то ценности, наоборот, он выигрывает. Поэтому, говорю, что кардинально соотношение тех, кто его поддерживает, кто его спает против, после вот этого шага не изменится. А, возможно, даже в какой-то степени он наберет и дополнительные очки. Людмила Путина в свое оправдание, возможно, в свое оправдание сказала, что она тяжело переносит перелеты, вообще она человек не публичный, не любит к себе такого внимания со стороны СМИ. Можно ли это считать поводом, может быть, одной из причин? Ну, повод или причина, это все-таки вещи разные. Я думаю, что да, это является одной из причин, потому что, если посмотреть и сравнить, например, Людмилу Путину и сравнить то, что сам Рейс Максим Горбачеву, то, конечно, две абсолютно разные противоположности. Рейс Максимовна везде лезла, даже там, где лезть было ей не нужно. И, в принципе, на мой взгляд, если бы Михаил Сергеевич ее выдержал на более дальнем расстоянии от большой политики, ситуация была бы для нас лучше. Но она лезла, если там почитать воспоминания того же самого Владимира Медведева, который был у них начальником охраны, то иногда она приводила в шок всех. Например, там четко продуманно маршрут движения, ей вдруг захотелось пообщаться с народом, чтобы ей по рукам плескали, она дает команду остановить. Ей, когда объясняют, что нельзя, она все равно как так, я жена генерального секретаря, остановить. Она выходит, все спецслужбы на ушах, причем и наши, например, американские и так далее. Людмила Путин совершенно другой вариант. Если посмотреть, то она очень редко появлялась, и когда появлялась, нигде никаких шагов не предпримала, на себя внимания старалась не обращать. Вполне возможно, что действительно это человек, которому чужда вот эта излишняя публичность, и который чувствует себя неловко в этом плане. Вообще, когда там с студентом разговариваешь, что они, вот, хорошо быть президентом, потому что многие видят те положительные моменты, которые на лице, там, вроде как возможности огромные и так далее. Но они не видят то, что действительно твоя жизнь превращается во многом в каторг. Ты сам себе не принадлежишь. Но если Путин это все-таки президент, ему это нужно, то Людмила Путина все-таки была жена президента, и вполне возможно, она к этому особо не стремилась, и это действительно было не нужно. Ну, а вообще охлаждение, насколько я так знаю, между Людмилой и Владимиром Владимировичем началось достаточно давно, еще в середине 90-х годов. Ну, я читал такую версию событий, правда, читал давно уже, что она попала в достаточно серьезную аварию и оказалась в больнице со многочисленными переломами, и, в общем-то, шел разговор в том числе и о том, что есть определенная угроза жизни. Путин в это время отвечал за внешнеэкономическую деятельность в Санкт-Петербургской мэрии, и как раз должен был принимать одну очень важную немецкую делегацию. Тем более, что он знает немецкий язык. Ну, и, в общем-то, считается, что он не приехал в больницу к жене после даже этой катастрофы, хотя, в общем-то, создал, конечно, все условия. Она ни в чем не нуждалась, то есть, внимание было, но внимания всех, кроме него самого. Он буквально дня 2-3, пока она находилась в тяжелом положении, так и не появился, потому что был занят с этой делегацией. И вот именно тогда началось охлаждение, и вот тогда, вполне возможно, Людмила Путина поняла, что от публичности есть не только плюс, но есть и очень серьезные минусы. И тогда началось охлаждение, которое вполне логично закончилось на современном этапе. Ну, и потом надо понимать, что, когда там говорят, там брошенные дети, дети уже действительно взрослые, одной там 26 лет, уже замужем, они уже пристроены, у них все благоустроено. И потом, когда такие отношения в семье, если нет запоминания, то я не думаю, что дети от этого выигрывают. Поэтому, я думаю, что здесь вопрос не такой уж серьезный. Вот отношения, что Людмила Путина пострадала, как там некоторое, что она там всю свою жизнь посвятила ему, и что она осталась. Я думаю, что в денежном плане Владимир Владимирович ее не бросит, не обидит. Да, я думаю, что там деньги будут. Дети, дочери, я думаю, тоже пристроены будут хорошо им, денег хватит и так далее. Так что здесь, думаю, ситуация не такая уж страшная, чтобы так переживать и плакать за несчастную брошенную жену и брошенных детей. А потом еще непонятно, кто кого бросил. Ну, тоже с вами соглашусь. Конечно, у нас сразу на уме, что как уже так, мужчина обычно, дочь президента, естественно. Вполне возможно, что этот шаг был больше инициирован со стороны самой Людмилы, которая, в общем-то, ну, захотелось действительно пожить спокойной жизнью, понаслаждаться этой жизнью, удовольствием, которую могут дать, я думаю, деньги, которые есть. Это не всегда возможно, когда вокруг тебя куча репортеров и так далее, и так подобное. Ну, вот о самом разводе слухи, скажем так, уже поползли еще в 2008 году. То есть все, распаде официальной семьи. Вот может ли, как вы считаете, в ближайшее время Владимир Владимирович обзавестись новой, молодой, первой леди? Ну, я вообще читал прогнозы, что уже 14-го июня он должен был жениться, что прям, да, наши достоверные источники, прям близки к этому, что он уже женится 14-го. Я думаю, здесь многое будет зависеть от того, опять, какие деньги, где крутятся, и нужны ли будут официальные связи, или вполне возможно, что нужны будут именно неофициальные связи. Если вы заметили, то там масса депутатов Госдумы начали разводиться, особенно после того, как был принят закон о том, что депутаты должны свои доходы афишировать и, в общем-то, должны избавиться от собственности за рубежом. И начались массовые разводы, в том числе, не только из-за того, что там любовь прошла, как в случае Путина, но и в плане того, что нужны какие-то отходные пути, чтобы эти деньги, эти имущества, собственность переписать на человека близкого к тебе, но официально никакого отношения не имеющего. Поэтому один из резонов, который многие берут, что, в общем-то, Путину нужен, как бы, тоже такой отход и так далее. Но я не думаю, что он главный. Вопрос возникает, нужно ли Путину, опять же, взводиться семьей в том плане, как он вот, мы понимаем, да, там, официальный брак и так далее. Или, в принципе, оставить все как есть. Я думаю, что тут 50 на 50. Может быть и такой вариант, может быть и такой. Но с точки зрения политической карьеры, многие считают, что, скорее всего, до конца своего срока он, скорее всего, таких решительных шагов больше предпринимать в этой сфере не будет. Спасибо вам большое за беседу. В гостях у нас был Юрий Мастяев, доцент кафедры политологии и социальных наук Рязанского государственного радиотехнического университета. Спасибо вам еще раз. Вам спасибо за приглашение. Вам желаем всего хорошего. Увидимся с вами через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова